В связи с проведением аварийных работ на водопроводе по адресу улица Паровозный дом 5 до 10 вечера 14 октября изменится трасса следования автобусных маршрутов номер 313. Движение будет осуществляться следующим образом. Маршрут номер 3 проследует в прямом направлении от остановки улицы Железноводская до площади Революции и обратно по тому же маршруту. Автобус номер 13 проследует в прямом направлении от Губернского рынка до остановки улицы Железноводская, обратно от улицы Железноводская до Губернского рынка. Председатель правительства области Михаил Смирнов спустился в Самарскую подземку и рассказал, когда достроить станцию Театральные. По его словам, на сегодняшний день сама станция готова примерно на 70%. Главные же работы ведутся на левом перегонном туннеле на глубине более 20 метров. Работы идут круглосуточно, хотя это незаметно снаружи. Самарский катон против пивного короля. Так называется новая выставка в музее Алабина, посвященная противостоянию Михаила Челышева и Альфреда фон Вакана. Их заочный конфликт, касающийся сухого закона, хоть и стал центральной темой экспозиции, но в то же время открыл простор для сравнения их мировоззрений в других сферах и вопросах. Здесь представлены документы, рекламные плакаты, пресса и предметы тех лет, которые помогают лучше раскрыть историю двух знаковых для Самары личностей. Открыта выставка будет до конца ноября. Защитник крыльев советов Томас Голдамес сыграл за сборную Чили. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского клуба. Чилийцы играли против Бразилии. Голдамес вышел на поле в стартовом составе. Матч завершился в пользу бразильцев со счетом 2-1. В ближайшие две ночи жители региона могут наблюдать полярные сияния. Астрономы предупреждают, что такое явление непредсказуемо. И спрогнозировать его появление невозможно. Видимость сияния зависит от облачности и яркости свечения Луны. В России выросла стоимость запчастей для машин на 78%. А за два года цены на них поднялись на 264%. Страховые компании провели подсчеты с начала этого года. Это связано с усложнением процесса доставки комплектующих в условиях обхода санкций. В страховых организациях планируют увеличить стоимость КАСКа с учетом роста цен на запчасти. До 31 марта 2025 года Центробанк не будет ограничивать банки в регулировке процентной ставки. Это решение принято для того, чтобы финансовые организации могли не отказываться от выдачи ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Для заемщика снятие ограничений на полную стоимость кредита означает возможный рост процента по ипотеке, но без дополнительного завышения стоимости жилья. В поиска входят проценты за использование кредита, базовый долг по займу, дополнительные расходы, в том числе взносы на страхование и комиссии. Сейчас в банках ипотеку можно взять в среднем по 22% годовых.